Селкет Стоящая женщина со скорпионом на голове Из-за чего ее также называют Богиней скорпиона Тем не менее, высказываются существенные сомнения По поводу общепринятой идентификации Существо, изображаемое на голове богини Лишено характерного для скорпиона Изогнутого в обратную сторону хвоста сжала Что удивительно На фоне обычной точности Египетских изображений животных При этом изображение соответствует Внешнему виду водяного скорпиона Не имеющего отношения к скорпионам Разновидности водных насекомых Характерные для которых Дыхательная трубка К тому же указывает на значение имени Селки Та, кто дает дышать В ипостаси богини-хранительницы Каннобы Кебехсенуфа Она предстает с распостертыми руками Готовая обнять и защитить Однако в ипостаси божественной матери Селки Изображается совершенно иначе С телом женщины И с головой льва или крокодила Вооруженные ножами Изображение в гробницах Показывает ее не только в антропоморфной форме Но и в чисто зооморфной В образе скорпиона, льва Или приподнявшейся кул Селкет Наиболее близким произношению эпохи фараонов Будет прочтение серкет Что приблизительно означает Та, кто дает дышать Варианты серкет-хетит Основан на явно более ранней форме Начертания имени Хетит переводится как горло Так что имя богини звучит Как та, кто дает горло дыша Вариант написания Селкис, принятый в греческих текстах Перешел оттуда и в другие языки Культ Селкет берет свое начало Из дельты Нила Указание на поклонение этой богине Встречается уже в эпоху первой династии Так же как одна из божественных матерей Она упоминается в текстах пирамид Древнего царства Где ее называют матерью бога-змея Нехипкау И в связи с этим Скармливающий царя Дальнейшее упоминое Селкис Встречается так же В мифологическом повествовании О рождении бога Гора Где она вместе с Нефтидой Помогает богине Иси После того, как бога-ребенка Укусил скорпион Вместе с Исидой Нейт и Нефтидой Она является одной из четырех богинь Покровительствующих сыновьям Гора Культ Селкис Прочно связан с историей О великом воине Менеси Под покровительством богини Скорпионов Менес Выиграл множество воин И стал ее верным жрецом Фараон любил Уважал богиню настолько Что он носил герб С изображением Скорпиона И называл себя Царем Скорпионом После смерти воина Селкис взяла его к себе Во служение на нем Лекарь Псам Метхсенеп Живший в 26 династии 664-525 г. до н.э. Носил среди прочих титулы Заклинатель Скорпионов И сын Селкис Которые также высечены На его саркофаге Ну вот так Вкратце из википедии О Селкис Древнеегипетской богине Покровительницы мертвых Дочь Ра Помогавшая ему Поражать врагу Пока-пока До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok